Продолжение следует... Продолжение следует... Иисус, Иисус, Тебя увижу я тогда... Иисус, Иисус, с Тобою быть хочу всегда... Мне не забыть Твоей любви, Твоих пронзенных рук... Что подарили мне они спасение от мух... В той встрече день настанет вновь, и там увижу я... Тебя, Христос, моя любовь, кто вел меня, храня... Иисус, Иисус, Тебя увижу я тогда... Иисус, Иисус, с Тобою быть хочу всегда... Пришел к Тебе когда-то я... И грусти не скрывал... Сказал, прости, Христос, меня... И Ты мне руку дал... И лишь с Тобой всегда светло... И в дождь, и в град, и в снег... Мне дышится всегда легко... Когда Ты рядом есть... Иисус, Иисус... Тебя увижу я тогда... Иисус, Иисус... С Тобою быть хочу всегда... Слава Богу... Что Господь позволил каждому из нас сегодня прийти на это место... Сегодня будет время... Когда мы все будем искать Господа... Когда мы будем настраивать свои сердца... Мы были сегодня целый день в суете, возможно... В трудах, в работе, в беготне, еще в чем-то... И мы очень сильно любим суетиться... Очень любим о чем-то, наверное, заботиться... И сегодня это вот небольшое время Господь назначил для каждого из нас... Чтобы мы учились сегодня заботиться и искать Господа... Искать, располагать свое сердце для Него... И перед началом служения... Приглашаю каждого из вас, давайте встанем... И призовем Божье имя, чтобы Божий мир, чтобы Божий порядок сегодня... И чтобы каждый из нас мог найти сегодня Господа... Чтобы ощутить Его присутствие... И чтобы Божья работа совершилась в каждом из нас... Давайте обратимся к Господу... Отец Небесный Господь, мы благодарим сегодня Тебя за то, что можем быть на этом месте... Благодарим Господь за милость Твою, что Господь Ты дал возможность для каждого из нас... Отец, благодарим Тебя, что Ты страдал, что Ты проливал свою святую кровь... За каждого из нас, что Ты, Господь, полюбил каждого из нас... Что каждый из нас, Господи, стал по-особенному дорог для Тебя, Господи... Мы благодарим Тебя, Отец, и сегодня нуждаемся в Тебе, Господи... Нуждаемся в благословении на это служение, Господи... Мы нуждаемся, чтобы, Господи, наши сердца расположить сегодня к Тебе... Чтобы, Господи, все, что, Господи, Ты сегодня говорил, оно достигало нашего сердца... Господь, я молю Тебя, Дух Святой, прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас сегодня расположить свое сердце... Господи, открыть свое сердце, чтобы благодать Твоя сегодня, она наполнила, Господи... И прошу, Господи, Тебя прежде всего, прости, Господи, где были не таковы в делах, в словах, в мыслях, в поступках... Где, Господи, раздражались, где удалялись от Тебя, где забывали о имени Твоем, где, Господи, не искали Тебя, где не пребывали в слове Твоем... Прости, Господи, мы просим Тебя сегодня очисти каждое сердце, очисти, Господи, сегодня мое сердце, и пусть благодать Твоя... И сила сегодня Духа Святого, она, Господи, совершит работу, Господи, мы сегодня предоставляем себя, Господи, во Святой... И просим, пускай милость Твоя, пускай работа Твоя, Духа Святого, Господи, она совершится, Господи, в каждом сердце... чтобы, Господи, была радость, чтобы была жизнь, Господи, чтобы был смысл, Господи, чтобы была цель. Отец, я прошу благослови каждого, Господи, человека, находящегося на этом месте. Благослови, Господи, всех участвующих, всех поющих. Господи, благослови всякого человека, Господи, пришедшего на этом месте. Господи, пошли в Твой мир, пошли в Твой покой, Дух Святой во имя Твое сокруши, Господи, все, что мешает, все, что препятствует. И пусть, Господи, во всем будет благословение, Господи, каждый, Господи, участвующий, Господи, дай, Господи, чтобы сегодня принести плод для Тебя, чтобы во всем этом был прославлен Ты, Господи. Будь прославлен, Боже, будь благословен, и мы Тебя, Господи, за все благодарим и славим Великого, Всемогущего Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Все вместе споем 2106 «Свят Бог, Святые Небеса». Свят Бог, Святые Небеса, Огнесть Божий, Свят, Тебе хвала. Ты взял вину мою, проливший кровь свою, Тебе моя хвала. Ты взял болезни, Понес мои грехи, Ты Сын Давида вовек. Ты пастырь добрый, Людских сердец, Ты есть начало, Тебе хвала. Ты пастырь добрый, Ты пастырь добрый, Людских сердец, Ты есть начало и конец. Свят Бог, Святый Небеса, Огнесть Божий, Свят, Тебе хвала. Ты взял вину мою, Проливший кровь свою, Тебе моя хвала. Спаситель мира, Вкусивший смерть за нас, Отдавший тело и кровь. Я чище снега, Мой грехом и Голдонский крест, Моя любовь. Я чище снега, Мой грехом и Голдонский крест, Голдонский крест, Моя любовь. Свят Бог, Святый Небеса, Огнесть Божий свят, Тебе хвала. Ты взял вину мою, Проливший кровь свою, Тебе моя хвала. Слава Богу, дорогие братья и сестры, За то, что Бог дал нам возможность хорошую, Быть сегодня здесь вместе. И есть у меня желание Прочитать одно место Из Священного Писания И порассуждать над ним. Третья книга Царств, Восемнадцатая глава. С тридцатого стиха. Третья книга Царств, Восемнадцатая глава, Тридцатый стих. Тогда Илья сказал всему народу, Подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень, И взял Илья двенадцать камней По числу колен сынов Якова, Которому Господь сказал так, Израиль будет имя Твое. И построил из всех камней Жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров Вместимостью двесатый зерен, И положил дрова, и рассек тельца, И возложил его на дрова, И сказал, Вылейте четыре ведра воды, И вылейте на сожигаемую жертву, И на дрова. Потом сказал, Повторите. И они повторили. И сказал, Сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника Иеропна полноса водою. Во время приношения вечерней жертвы Подошел Илья пророк и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, Да познают сей день, Что Ты один Бог в Израиле, И что я раб Твой, И сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи! Услышь меня! Да познают народ сей, Что Ты, Господь, Бог, И Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, И пожрал все сожжения, И дрова, И камни, и прах, И поглотил воду, Которая во рве. Увидев это, Весь народ пал на лицо свое И сказал, Господь есть Бог! Господь есть Бог! Вот такая история произошла Однажды в народе израильском, Когда во времена царствования Ахава Народ израильский отступил от Бога. И Илья сказал о том, что Я помолюсь, и Бог не будет дождя. И вот это финал того, Когда Илья собрал всех пророков Валовых, На горе кормил. И вот история, которая произошла. И я хочу обратить внимание на две вещи, Которые мы прочитали здесь. Это 30 стих. Вторая часть стиха. Он восстановил разрушенных жертвенних Господень. Первое, что сделал Илья для того, Чтобы пришло Божье присутствие, Для того, чтобы доказать народу израильскому, Что с ним Бог. Здесь мы читаем то, что Илья восстановил Разрушенный жертвенник Господень. Хочу обратить внимание на слово восстановил. Не просто построил. Не просто сделал что-то новое. Но восстановил то, что было разрушено. Восстановил старое. И однажды, когда Бог давал заповеди Моисею, Он сказал, это написано в исход, 25 глава, 40 стих. Смотри, сделай их по тому образцу, Который показан тебе на горе. Бог хочет, когда мы начинаем строить отношения с Богом. Если в нашей жизни разрушены основания, Если в нашей жизни разрушены отношения с Богом, Первое, что мы должны сделать в своей жизни, Это восстановить разрушенный жертвенник Господень. И первое, что Он сделал, это восстановил разрушенный жертвенник Господень. И второе, что Он сделал, это 36 стих. И вторая часть стиха. Да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по Слову Твоему. Или я хотел сделать все по Слову Божьему. Он восстановил развалины, которые были старого жертвенника, и сказал, Господи, я раб Твой, и сделал все по Слову Твоему. Для нас, Или, огромный пример в этом, в том, чтобы, когда в нашей жизни все плохо, когда в нашей жизни мы не знаем выхода, когда мы в нашей жизни не видим, не видим какого-то результата или просвета, на основании вот этого примера, который сделал Илия, мы должны восстановить разрушенный жертвенник Господень. Мы должны сделать все так, как этого хочет Бог. Не так, как мы понимаем, не так, как мы хотим, не так, как нам нравится, но так, как этого хочет Бог. И Иисус Христос, Евангелие от Матфея, показал нам, или сказал нам о том, как же должны мы восстанавливать разрушенный жертвенник, или какими должны быть наши отношения с Богом. Шестая глава Евангелия от Матфея, и шестой стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему в тайне, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Христос призывает нас сделать в отношении с Ним, по слову Его, войти в комнату, закрыть за собой дверь и молиться Отцу своему. Этим примером был Иисус Христос, 14 глава от Матфея, 21 стих. «И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться, наедине, и вечером оставался там один». Иисус Христос нуждался в отношениях с Богом. Иисус Христос нуждался в отношениях со Своим Небесным Отцом, для того, чтобы знать волю Его, для того, чтобы знать, как Ему жить, для того, чтобы знать, как Ему поступать и что Ему делать. Поэтому я призываю всех нас в нашей жизни восстановить разрушенный жертвенник Господень. Если у нас Он не восстановлен, если у нас есть проблемы в отношениях с Господом, восстановить, чтобы пришел результат и пришел ответ от Бога. И сегодня в этой молитве я приглашаю помолиться, восстановить отношения с Богом. Аминь. Продолжение следует... Спасибо. 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 почему так? Попадает какая-то вера, пропадает, Господи, какое-то понимание, Господи, все происходящее в нашей жизни, Господи. И Ты на основании Слова Твоего Святого, Ты призываешь нас восстановить разрушенный жертвенник, Господи. Мы просим Тебя, Боже, помоги нам восстановить разрушенный жертвенник, Господи, и сделай это не так, как мы понимаем. Господи, сделай это не по своему собственному пониманию, Господи, но сделай это так, как это сказал Ты в Своем Слове, Боже. Помоги нам сделать это, Боже. Мы верим, Господи, что от взаимоотношений с Тобой зависит наша жизнь. От взаимоотношения с Тобой зависит наши отношения друг с другом. От взаимоотношения с Тобой зависит все окружающее нас. От взаимоотношения с Тобой зависит наш внутренний мир, Господи. Мы понимаем, Господи, что взаимоотношения с Тобой это самое важное, что, Господи, должно быть в нашей жизни. Отец Небесный, спасибо за примеры, Господи, которые Ты оставил на странице Священного Писания. Господи, мы читаем эти примеры. Мы могли подражать тому, что было в жизни людей, в жизни мужа и веры Божьей. Мы просим тебя. Помоги нам, Господи, равняться на тех людей, которые, Господи, были в хороших отношениях с тобой. Помоги нам, Господи, равняться на тебя, Господи. Ты, будучи небесным, будучи оставив славу неба, будучи сыном Божьим, ты приходил в общение с своим небесным отцом для того, чтобы получить слово от него, для того, чтобы получить конкретное понимание, как нужно дальше жить, что нужно делать, Господи. И помоги, Господи, нам это делать постоянно. Восстанавливайся эти разрушенные отношения с тобой. Восстанавливай, Господи, то, что потеряно в нашей жизни, Боже. Благослови нас, Иисус. Пусть у нас будет желание, пусть у нас будут силы, Господи. Благословение, Господи, Твое добудет в нашей жизни. Просим тебя благослови, Господи, наше служение. Да будешь ты прославлен, да будешь ты возвеличен, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте еще раз все вместе споем псалом под номером 1951. Земная жизнь и суета не дали счастья для меня. Земная жизнь и суета не дали счастья для меня, И грех души мне не давал покоя. Но Иисус нашел меня, Моя болезнь в души ушла, И счастлив я, Когда пришел к Иисусу я. Аллилуйя, 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 Мой грех прощен, И погребен у ног Христа. Как благодарен я тебе, Ты подарил подарок мне, Как должен я тебя, Господь, благодарить. Хочу я жизнь лишь для тебя, Чтобы быть с тобою в небесах, И там прославить, С новой песнею тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, Мой грех прощен, И погребен у ног Христа. Аллилуйя, 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 Мой грех прощен, И погребен у ног Христа. Когда нашел Иисус меня, Мой грех прощен, И спас меня, Моя душа была Иисусом спасена. Аллилуйя, 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 Мой грех прощен, И погребен у ног Христа. Аллилуйя, 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 Мой грех прощен, И погребен у ног Христа. Слава Богу, братья и сестры, за это благоприятное время в нашей жизни, когда мы можем быть в Доме Божием. И мы, братьями Южного микрорайона, нашей ячейкой, это часть какая-то братьев, хотим исполнить один псалом про то, как, наверное, знаете, переживая со своей жизнью, порой бывает, стучишь, стучишь в это небо, оно ничего не говорит, оно, казалось бы, молчит. Но, знаете, не молчит небо, порассуждал так в своей жизни, порой я, наверное, не слышу того, что это небо мне говорит, порой, наверное, мои уши закрыты, мое сердце закрыто, порой я не готов принимать и слышать голос той, порой, наверное, я не знаю этот голос Бога, и поэтому порой остаюсь, наверное, недоволен, но этот псалом совсем говорит обратно, и мы хотим его исполнить братьями. В двери закрытые поздней порой, кто-то стучит, кто-то стучит, отзыва нет и усталой рукой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дуг исцелит, снова Христос стучит. Сердце уныния радости нет, кто-то стучит, кто-то стучит, кто-то стучит, в доме бога с удержения свет, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дуг исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит обличение глаз, кто-то стучит, кто-то стучит, кто-то стучит, зов не смолкает, в душе не на час, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дуг исцелит, снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, кто-то стучит, грешник покайся и сердце открой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дуг исцелит, снова Христос стучит. Слава Богу Я не дошла, чтоб насладиться запахом и цветом И веток не видать белым-белом Рука невольно к дереву тянулась О нет, я не хотела сделать зло К цветущим кружевам лишь прикоснулась Но вмиг прикосновение мое Одну из тонких веточек сломало Быть может, ветер надломил ее Или силы в этой ветви было мало И для нее померк вдруг жизни свет Упала ветка, сломанную мною Не изменился ябленно на вид свет Но стала меньше веточкой одной Другой памяти своей храню Декабрь, морозы, ранний зимний вечер Пришел в мой дом, застал меня одну И в сумерках я зажигала свечи Веселые вспыхнули огнем И против тьмы боролись смело Пусть не могли светить, как солнце днем Но мягкий свет жилища темноты он делал Сестрички свечи выстрелились в ряд И словно говорили язычками Прекрасен был горящий их наряд Но одной чуть побледнело пламя Хотелось мне поправить фитилек Чтобы свеча гореть легко и ясно Затрепетал, взметнулся огонек Вздохнула свеча тихо и погасла Моя поспешность и неловкость рук Греть свечей той слабенькой не дали Угасшая стояла средь подруг А тени на стене заметней стали Вет и свеча Ни цветы, ни огня Большой беды, конечно, не случилось Но это все уроки для меня Чтоб на примерах жизни я училась И ветка яблони цвела б еще сильней И свеча долго бы теплом дышала Когда б неосторожностью своей И о ветви и свече не помешала Но ни о ветках и ни о свечах Услышит пусть тот, кто имеет уши Есть в мире настоящая печаль Угасшая и сломанная души Они горели из последних сил Они цвели несмело первым цветом Но кто-то их сломал и погасил Не пожалев ни капельки об этом Как просто погасить или сломать Поступком неразумным или словом А нужно чутким сердцем понимать Любить людей любовью к Христовой Надломленного он бы не сломал Чутлеющего он не угостил бы Споткнувшийся с Христом бы не упал И слабого он не лишил бы силы Все видели спасителя глаза Он руку простирал к упавшим грешным Он рано их спешил перевязать И возгревал в их лучах душах луч надежды Спасенные Христом и я и ты Должны на Иисуса быть похожи Чтоб помогали мы гореть, цвести Чтоб Иисус был виден на нас, Сын Божий Нам любящими быть Господь велит Чтоб все, кто с нами рядом, мы согрели Наломленные, чтобы вновь цвели И гаснущие, чтобы вновь горели Слава Богу, дорогая церковь, за это Действительно благоприятное время, данное каждому из нас Которое Бог дает, чтобы мы, приходя в Дом Божий Имели вот это общение с Богом, чтобы наши сердца Они наполнялись радостью и благословением И я хочу, во славу Божию, спеть в Салом Далеко, далеко, далеко журавли улетели Где леса, где поля, где порою бушуют метели А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи И присели они на поляне в лесу среди ночи И присели они на поляне в лесу среди ночи А на утро снялись, все на юг улетели далеко Лишь остался один на поляне в лесу одиноко Он кричал им во след, помогите, пожалуйста, братцы Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться Он кричал им во след, помогите, пожалуйста, братцы Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться И спустились они, помогая усталому братцу Хоть и знали о том, что до цели непросто добраться В небеса поднялась журавлей белокрылая стая Они, братцы, с собой уносили на юг улетая В небеса поднялась журавлей белокрылая стая Они, братцы, с собой уносили на юг улетая Так и в жизни порою отбившись от стаи крылатой Хоть и знали о том, что законы о дружбе все святы А судьба над тобой начинает шутить и смеяться И друзья пойдут, и никто не поможет подняться А судьба над тобой начинает шутить и смеяться И друзья пойдут, и никто не поможет подняться Посмотрите, друзья, сколько в мире израненных братьев Позабыли Христа, оказались в греховных объятиях Помогите же им, поднимите им путь, укажите К Иисусу Христу вы молитву за них вознесите К Иисусу Христу вы молитву за них вознесите Слава и благодарение нашему Господу За ту милость и дар любви Его Которую Он сегодня явил к нашим сердцам За то, что по Его благоволению и расположению В сердцах наших мы сегодня могли собраться в Доме Божием Для того, чтобы прославить нашего Господа Для того, чтобы слышать от Него сегодня Слово Получить эту благодать, как сегодня эта земля получает этот дождь Знаете, чтобы наше сердце, оно получило сегодня благодать Для того, чтобы подкрепиться, для того, чтобы напитаться от источников Божьих И Господом с нашими, с новыми силами дальше следовать за Ним Втирая на Него, держась за Его крепкую руку Пусть Бог благословит и поможет на этом собрании нам Сегодня нашими сердцами быть соединенными с Духом Святым Для того, чтобы, братья и сестры, нам не остаться в пустоте сердца нашего Потому что порой я замечаю по своему хождению перед Господом Что иногда ходишь с этого дома молитвы, а сердце, оно как будто бы и не было здесь Но сегодня Бог обращает наше внимание на то, чтобы в это время благоприятное Когда, знаете, есть эта свобода Когда есть это обилье, обильный стол Божий Чтобы мы питались от Него и укреплялись, и возрастали в мужей И дщерей мужественных, твердых в Господе Чтобы наша вера, она была тверда и непоколебима Чтобы когда придут какие-то ветры, какие-то бури, какие-то, может, гонения придут Чтобы мы твердо стояли укорененно в Господе нашем Иисусе Христе Я знаю, что это сегодня благовление Господне В том, чтобы мы сегодня имели эти источники благодати В том, чтобы мы сегодня питались от Него и укреплялись И были твердыми и непоколебимыми Пусть Бог благословит наши сердца Пусть Бог благословит сегодня каждое сердце, жаждущее получить сегодня Слово от Господа И сегодня Бог уже говорил, и интересно, я так наблюдал за началом собрания Говорилось о жертвеннике, говорилось о ангце святом, который был заклан за нас Который пролил свою святую кровь И знаете, я с братьями не договаривался, но я вижу, что Божье устроение есть в этом Потому что я тоже переживал, я тоже готовился сегодня И легли такие места Писания, такие слова из Библии на сердце моё И я хочу сегодня поделиться этим словом с вами Пусть Бог благословит Первое место это будет Петра, послание с первой главы, 17 стиха и ниже И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам То со страхом проводите время странствования на вашего Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца Предназначенного ещё прежде создания мира, но явившись в последнее время времена для вас До сего место возьму И мы видим, что Бог искупил нас Был праздник Пасхи, и мы это особо переживали, по-особому вспоминали И мы помним эту жертву, мы ценим эту жертву Но знаете, насколько мы ценим, знаем мы и знает Бог И я знаю, что Бог сегодня смотрит на наше сердце С каким сердцем мы сегодня благодарим нашего Господа С каким сердцем мы подходим к Нему И с каким, как здесь написано, в каком страхе мы предстоим пред нашим Господом Потому что Он святой Бог, и пред Его лицу нужно приходить в страхе и трепете Для того, чтобы в таком благоговении воздать Ему славу И в таком состоянии Он способен принять от нас Мы способны тогда прославить Его Если просто устами нашими, то такая хвала не нужна сегодня Господу Мы это всё знаем, знаете, братья и сёстры Но Слово Божие сегодня нам напоминает, чтобы нам помнить о том Что нетленным серебром и золотом искуплены мы Но драгоценную этой кровью закладного Агнца за нас И я прочитаю ещё одно место Это будет 1 Коринфянам 6 главы Похожее место 6 глава с 19 стиха Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа Которого имеете вы от Бога, и вы не свои Ибо вы куплены дорогою ценой Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божией Здесь Слово Божие говорит о том, что мы куплены этой дорогою ценой Кровью Иисуса Христа И мы сегодня не свои И дальше Слово Божие говорит, что прославляйте в телах ваших и в душах ваших Ну кажется, в душах понятно, как в телах Но сегодня Бог обращает особое внимание на то, чтобы мы не только где-то внутри славили Господа Но всей своей жизнью То есть мы, братья и сестры, часто Больше, я бы так сказал, возможно, больше заботимся о наших телах Мы суетимся для того, чтобы иметь какое-то пропитание, хлеб, насущную одежду Знаете, это все необходимо Но Бог говорит, чтобы нашими телами мы также славили нашего Господа Потому что иногда может быть такое, что поменяются приоритеты И наше тело, оно может стать выше Господа И тогда как мы сможем славить нашего Бога Знаете, но наше тело, оно также должно прославлять Господа Имеем ли что-то для жизни, то будем этим довольны Знаете, и больше нам не нужно как бы думать о себе Как-то заботиться больше какой-то нормы Но Бог сегодня обращает на это внимание Чтобы это не стало впереди нас Но чтобы наш дух, наша душа и наше тело Оно прославляло нашего Господа Потому что Он достоин славы, Он достоин хвалы И что интересно, Библия говорит, что вы не свои Знаете, вы не свои И Иисус Христос, Он стал жертвою Мы уже слышали сегодня не один раз, что Он стал жертвою за нас Он пришел на эту землю, Он оправдал нас, Он искупил нас Он возлюбил такой великой любовью, что не посчитался со славой неба Но оставил славу неба, оставил небеса и сошел на эту землю ради того, чтобы спасти грешника Спасти каждого из нас, меня и вас Знаете, благодарение Господу за это И Бог стал жертвою, Он пожертвовал, можно сказать, этой славой Он оставил все и пришел, и уничижил себя, и смирил себя до смерти крестной Мы это все знаем И сегодня Бог говорит, что мы не свои И кажется, почему, Господи, ну как-то хочется жить нормально, как все люди Но Бог обращает внимание, что мы не свои Мы искуплены вот этой драгоценной кровью Иисуса Христа И Бог обращает сегодня внимание на то, что мы не свои Но чьи же? Мы выкуплены Иисусом Христом Знаете, выкуплены от этого греха, от этого мира, от власти дьявола и сатаны И Бог сегодня даровал нам свободу во Христе И знаете, сегодня Бог говорит, что мы не свои, но мы Христовы Знаете, некогда не народ, а ныне народ Некогда не помилованы, а ныне помилованы И сегодня мы принадлежим Иисусу Христу Но я знаю, что каждый в сердце, он понимает, насколько мы сегодня принадлежим Иисусу Христу И поэтому Бог говорит, чтобы мы прославляли не только в душах наших Приходя где-то на собрания, становясь дома на коленях и склоняясь перед Господом, и славя Его молитвах, песнопениях. Но знаете, чтобы наша вся жизнь, наша плоть, все естество наше, оно прославляло сегодня Господа, потому что Он достоин. И знаете, я бы хотел сказать, что такая вот отдача Господу, это с нашей стороны также жертва. Знаете, что мы сегодня пришли на это место, это наша жертвенность. Мы где-то пожертвовали свое время, мы где-то потратили какие-то свои силы, чтобы прийти сюда. Кто-то приехал, кто-то пришел, но кто-то что-то тратил для того, чтобы собраться здесь. И кажется, мы жертвуем вот этим вот. Мы жертвуем где-то десятиной пожертвованиями какими-то. Мы где-то кому-то что-то доброе делаем. Но знаете, братья и сестры, это все не то. Это мы делаем для себя. Знаете, то, что мы здесь собраны, это мы для себя пришли. Потому что мы пришли не что-то дать Господу. У нас нечего дать Ему. У нас сегодня только должна быть словословие нашему Господу. Но мы пришли принять от Него. Потому что Он силен сегодня благословить каждого. Он силен сегодня проговорить каждому. Он силен сегодня утешить каждое сердце. Знаете, ни я, ни кто-то другой, ни проповеди, ни люди, которые за спиной, знаете, кто участвует в служении, но Бог Духом Святым. Знаете, Он пришел на это место для того, чтобы благословить наши сердца. И поэтому нам нужно отдаться Ему в нашей жизни. Знаете, это трудно. Это трудно порой сказать, вот я, возьми меня. Знаете, это трудно, братья и сестры, трудно по-плоцки. Но когда мы приходим к нашему Господу, когда мы соединяемся с Ним в Духе Святом, когда мы осознаем, какой ценой мы куплены перед Ним, тогда наше сердце, оно, знаете, оно растает. Оно, знаете, становится платяным больше, потому что оно в жизни порой становится грубым, огрубевает. Но когда мы соединяемся в Духе Святом с Господом нашим и осознаем, какой ценой Он приобрел нас, мы понимаем, что мы не свои. И только тогда мы готовы сказать, вот я, возьми меня. Знаете, мы тогда способны пожертвовать свою жизнь ради дела Христова, ради славы Божией. Пусть Бог благословит нас. И знаете, что интересно, мы, как люди верующие, как христиане, мы говорим Господу, я не знаю, как кто, но обязаны говорить, что мы Его любим. И в первую очередь своими делами, своей жизнью. И знаете, что интересно, что Бог говорит, что Он доказал свою любовь. И я прочитаю это место, я как-то раньше обратил на него внимание, и всегда обращаю внимание, когда говорится о доказательстве. Написано, что Бог возлюбил мир, что отдал Сына Свою Иисуса Христа. А в пятой главе к римлянам, восьмым стихом, говорится, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Знаете, Он доказал свою любовь на кресте Голгофы. И сегодня Бог ожидает от нас этой отдачи, этой жертвенности для того, чтобы мы отдали свою жизнь так же. Он отдал свою за нас. Сегодня нужно нам свою жизнь отдать в Его руки, чтобы доказать свою любовь к Иисусу Христу. Знаете, порой недостает этой любви в наших сердцах. Я говорю в первую очередь за себя, никого не обличаю, но если Слово Божие касается, пусть касается наших сердец. Пусть, знаете, это Слово, если оно обличает, пусть обличает нас. Если оно сегодня радует, пусть радует каждое сердце. И, знаете, мне бы хотелось больше приблизиться к Господу, больше осознать, какой ценой Он приобрел меня, приобрел каждого из нас, потому что лишь по милости Божией мы сегодня находимся на этом месте. Много людей блуждает и в этом мире. И, знаете, смотря на свои семьи, смотря на семьи родных, я понимаю, что это милость Божия, что я сегодня нахожусь в Доме Божьем, что я сегодня имею такую большую семью, что я имею жену, христианку. И, знаете, я радуюсь в этом и славлю Господа. И еще как пример хочу прочитать одно место. Это слова Давида. Как-то недавно обратил на их внимание. Это будет 1 Парлипоминон, 29 глава. С 1 стиха и ниже прочитаю. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами...» Дальше вот говорит он такие слова. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей, серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора». Он говорит Давид, что всеми силами он старался угодить построить дом Богу. Но, знаете, Бог не повелел ему строить дом, построил дом Соломон, но в его сердце была вот эта вот жертвенность. И, заметьте, он говорит, всеми силами он старался угодить Господу. Он собирал это все. У него было это желание, знаете, прославить Бога в этом храме, прославить Его этим строением. И он вложил огромные сокровища для того, чтобы построить этот храм. И что интересно, меня вот интересует третий стих. И говорит, «И еще по любви к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома». Знаете, он добавил, добавил из своего сердца. Добавил от того, потому что в его душе он не находил, можно сказать, места этому сокровищу. Да, было золото у царя, да, были богатства, было сокровища, но все это он отдал, он пожертвовал ради Дома Божьей, ради славы Божьей, ради Бога, потому что любил Господа. На самом деле, любил Господа. И он говорит, «И еще». Он добавляет, знаете, он как бы отрывает от себя. И я вижу в этом сердце жертвенность. Я вижу, что он не посчитал вот это вот золото каким-то богатством, каким-то приоритетом в своей жизни, но он видел того, кто дал ему все это, кто дал эту жизнь ему, он видел, кто дал эти сокровища, он видел, кто дал ему эту славу, эту силу, кто дал ему это царство, кто дал ему этот народ и кто помогал вести этот народ. Он видел того, знаете, он любил того, он любил своего Господа. И пусть Бог благословит, чтобы в нашем сердце также находилась вот эта любовь к Богу нашему, чтобы мы могли не просто делать то, что нужно делать, как христиане, но жертвовать собою и делать это все с любовью. Пусть Бог благословит нас. И еще я, с позволения моей жены, хочу, братья и сестры, ободрить народ и прославить имя Господа, сказать ему славу и благодарение. Знаете, семь лет жизни мы также в уповании на Господа ожидали благословения в детях. И знаете, уже семь лет прошло, и кажется, Господь, уже как бы и полнота Твоя, число Твое, знаете. И, ну, я так вот переживал тоже внутри, и жена особенно, знаете, она как женщина, она переживала, то падала, то, знаете, схваталась за Господа верою, знаете. Но мое упование было, я знал, что Бог даст, потому что не раз говорилось, не раз говорилось слово, не раз люди подходили и говорили, что Бог даст то, что обещал. Знаете, даже как-то неожиданно, недавно сестра в собрании, я даже не ожидал, она говорит, брат, слово к тебе есть, говорит, то, что Бог обещал, Он даст. Знаете, я говорю, слава Господу, я ожидаю просто. И знаете, сегодня, видя в своей жизни, что когда ты что-то пытаешься делать для Господа, когда ты где-то жертвуешь вот этим вот земным и оставляешь его в сторону, когда Бог выходит навстречу, Он благословляет. И знаете, уже второй месяц мы ожидаем ребенка, и слава за это, и благодарение нашему Господу, если можно помолиться. Я хочу прославить Господа, возблагодарить Его за ту милость, которую Он влияет к нашим сердцам и в нашей жизни. Аллилуйя тебе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Во имя Иисуса Христа, Господь Дима Торzok Меня проводит Дух Святой. И если солнце в горы скроется, И день и ночь покроет тьмой, Вокруг всё мглой густой покроется, Мне путь осветит Дух Святой. Вокруг всё мглой густой покроется, Мне путь осветит Дух Святой. Когда враги толпою грозною Меня кружат, как стеной, Лицо мне смерть окнёт угрозою, Победу даст мне Дух Святой. В лицо мне смерть окнёт угрозою, Победу даст мне Дух Святой. Когда в пути к небесной Родине Родным я стану, как чужой, И если все друзья изменят мне, Со мной пребудет Дух Святой. И если все друзья изменят мне, Со мной пребудет Дух Святой. Когда же всё, что здесь имею я, Отнимет свет своей рукой. На свете тело станет ленье, Со мной пребудет Дух Святой. На свете тело станет ленье, Со мной пребудет Дух Святой. Когда я раньше смотрела на людей, которые не могут ходить, видеть, слышать, Я на них просто смотрела. Я понимала, что им тяжело, Что они такие, как я. Но однажды Бог мне показал, Насколько я не благодарю Его За то, что я имею, Что я могу говорить, За то, что я могу слышать, За то, что я живу каждый день. И я просто благодарю Бога за это. Я хочу прочитать стих. Когда покажется тебе твоя судьба Невыносимо трудной и суровой, Ты не спеши роптать, Что жизнь плоха. Смирись с душой пред волей Божьей. Мы люди очень часто таковы. Нам хочется здоровья, счастья, мира. А если Бог нам посылает скорби дни, Мы сразу же теряем свои силы. Нам хочется, чтобы было хорошо. Но почему мы так не замечаем, Как много есть живущих тяжело годами целыми, Которых мы не знаем. Как много есть прикованных к постели, Тяжелым недугом на многие года. А мы лишь на недельку заболели, И то уж ропщим иногда. Вот палочка идет слепой прохожий, Не видя в своей жизни ничего. Не знает он ни цвета неба, солнца, И даже матери не видел он лицо. А как ты думаешь, за что такая доля? Ведь он не хуже, не грешнее всех. Мой друг, чтоб за глаза свои ты славил Бога, Для всех, кто видит он, пример живой. Ты славишь ли Творца за то, Что можешь ты слышать голос или говорить? За то, что дан тебе из слухи голос. А вспомни, сколько есть глухонемых. Для них ничто прекраснейшие звуки, Их жизнь течет в безмолвной тишине. А мы имеем все, Но пред Иисусом, наверное, Редко благодарность шлем в мольбе. На свете и безумных очень много, О, как безмерность жизнь их тяжела. Ты славишь ли Творца, Что от порога хранит твой разум Божия рука? Мы с легкостью от Бога принимаем Его охрану, Милости, плоды, И часто там Его не прославляем, Где ждет Он нашей искренней мольбы. Для нас она порою незаметна, Что чудом Он нам многое дает. Поэтому кругом живым примером Людская боль бедой вокруг встает. Запомни это. Помни эти взоры, Не оживляющихся глаз слепых, Запомни несмываемое горе На лицах всех увеченных, больных. В житейских трудностях, Заботах, огорчениях Ты не ропщи и не кляни судьбу. Те люди свою жизнь без промедления Охотно бы сменили на твою. И если у тебя есть та же трудность, И если ты всю жизнь несешь свой крест, Отчаиваться все-таки не нужно, А нужно славить и за то, что есть. Бог иногда дает нам скорби, Чтоб нас проверить, Чтоб смирить сердца. Через них Он часто душу нам спасает, Чтоб не надеялись мы часто на себя. Он нам сказал, Чтоб были мы довольны В любых превратностях своей судьбы. И это слово Мы охотно, добровольно Исполнить свято на земле должны. Слава Богу. Знаете, однажды в своем сердце я как бы сказала, Господи, я очень сильно хочу Тебя полюбить, Я просто хочу служить Тебе. Может быть, тем даром, который Ты дал мне, Теми песнями, которые Ты вкладываешь в мое сердце. Просто если петь, то петь значит для Тебя. Если говорить, то говорить о Тебе. Знаете, я заметила в своей жизни, Что действительно, Если ты в сердце свое искренне Ложишь такое желание, То для тебя определяется какой-то Богом путь, который нужно пройти. И проходя такими, может быть, трудностями, Когда Бог тебя очищает, Ты начинаешь понимать, Что ты без Бога ничто. И, может быть, в конце таких трудностей, Которые ты проходишь, Начинаешь понимать больше и больше, Что одно лишь должно быть в сердце желание. Это славить Бога. Славить так, чтобы Он был действительно прославлен, Как царь царей, как Бог богов. И действительно, в сердце появляется это желание Как бы съединяться с Богом, Чувствовать Его еще больше, переживать. Сегодня хочется прославить Бога песней. Дыши непрекрасно, Сердце звуки ловит, дивных граммогласных, Богу слава словит. Дух мой выше рвется, разорвать бы цепи, в мир, где слава льется, блеск великолепит. Тесно духу тела чувствую, как давит, как бы я хотела с небом Бога славить. Воспорить бы духом выше под небесь я, и глубоким слухом слушать с неба песни. Тесно духу тела чувствую, как давит, как бы я хотела с небом Бога славить. Поднимайтесь души, станем к Богу ближе, будем небо слушать, голову склонившись. Мир небес высокий, ты хвали достоин, Дим о нашем Боге, панце на престоле. Мир небес высокий, ты хвали достоин, Дим о нашем Боге, панце на престоле. Гимн о нашем Боге, панце на престоле. Субтитры создавал DimaTorzok Благодать и любовь от Отца, от Отца бесконечной вселенной. Никогда, 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 никогда не получишь за слата и деньги. Пусть ты мудрый и велик средь людей, добродетель твоя беспредельна. Никогда, 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 ты ни жизнью, ни смертью своей, не оплатишь ни доли спасенья. Никогда, никогда, ты ни жизнью, ни доли спасенья. Ты привык, ты привык, ты привык, ты привык, все плачевать точно. Харам только, лишь нищим дают. Никогда, 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 никогда не получишь прощенья, если нищим к Нему не придешь. Никогда, 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 никогда не получишь прощенья, если нищим к Нему не придешь. Свои славы не даст Бог и ногу. Кровь Иисуса единственный путь. Никогда, никогда, человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Никогда, человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Слава Богу. Жизнь христианина не всегда сопровождается радостями. Бывают и печали, бывают какие-то испытания, когда нам не очень хорошо, не очень комфортно. Как-то мы с братьями ехали с Бреста, со служения. И один брат, то ли мама ему позвонила, то ли он маме позвонил. И он спрашивает, мама, ты хоть за меня молишься? А другой брат ему подсказывает. Слушай, что не видно, что молится. Машину побил, деньги потерял, проблем много. Порой нам кажется, что проблемы это что-то плохое. Но иногда Бог использует их, чтобы приблизить нас к себе. Чтобы мы стали ближе к Нему, чтобы мы стали еще больше похожими на Него. Чтобы может смирялись, может делали что-то для Него более усердно. И дай нам Бог каждому в наших жизненных испытаниях уповать только на Него и надеяться только на Него. Слава Богу! Пусть наш неуслан цветами, только каменья шипы. Молим, пребудь Боже с нами, и охраняй на пути. Молим, пребудь Боже с нами, и охраняй на пути. Без Него я упаду, без Христа не устаю. Без Него и жизни мне не надо. Без Него я упаду, без Христа не устаю. Без Него и жизни мне не надо. Дьявол лукавый не дремлет, часто пугает меня. Но обещанье я помню, я не оставлю тебя. Но обещанье я помню, я не оставлю тебя. Без Него я упаду, без Христа не устаю. Без Него и жизни мне не надо. Без Него и жизни мне не надо. Без Него и жизни мне не надо. Без Него и жизни мне не нужно. не устаю без него и жизни мне не надо без него я упаду без христа не устаю без него и жизни мне не надо он говорит мне не бойся только взирай на меня ведь я прошел тот путь прежде и сам страдал за тебя без него я упаду без христа не устаю без него и жизни мне не надо без него я упаду без христа не устаю без него и жизни мне не надо слава богу братья и сестры господь позволил нам быть слышать возможно и не все услышали но что-то слышим мы я прочитаю и мы вместе с вами будем рассуждать благодарить господа за это служение за то что он присутствует духом святым как уже и сказал что не все мы иногда его чувствуем не всегда видим осезаем но тем не менее к этому мы стремимся и направляем свое шествие я буду читать 134 салон несколько стихов и мы прочитаем вместе с вами что говорит давид как он желает славить господа и как он желает чтобы народ божий славил господа хвалите имя господне хвалите рабы господни стоящие в доме господнем во дворах дома бога нашего хвалите господа ибо господь благ пойте имени его ибо это сладостно ибо господь избрал себе иакова израиля в собственно свою я познал что велик господь и господь наш превыше всех богов господь творит все что хочет на небесах и на земле на морах и во всех безднах аминь обратите внимание на этого человека мужа божьего цара пророка который выражает салме о том что нужно господа славить и не просто сказать и часто мы говорим знаете петь тоже иногда и не сложно спеть а вообще то что поем не всегда легко исполнить и вы знаете давид выражая в псалмах это не были просто слова ему захотелось и он сказал когда мы читаем историю о этом человеке и его псалмы они соответствуют тому что он проходил и вот здесь он говорит в этом салме что хвалите господа вы знаете когда мы читаем в откровении то там и написано что иоанн видел как эти люди поклонялись господу славили господа вы знаете там не проповедуют и не проповедовали когда был иоанн мы сегодня стремимся многие проповедовать и это нужно делать и это правильно но тем не менее очень большую то есть большое ударение ставим на то чтобы научиться правильно проповедовать вы знаете не всегда это работает не всегда я в своей жизни вижу за последние особенно вот эти пасхальные дни в нескольких был служениях и я видел как действовал дух святой это ему только слава и на протяжении вот несколько служений был в разных местах покаялась примерно 7 душ 7 душ которые впервые обратились к господу и я видел там не было такого особого слова что им что их коснулось я видел только то что они плакали и спрашивал даже у некоторых что с вами произошло они со слезами на глазах говорили такие слова не знаем но нам очень хорошо братья и сестры это делает господь я помню еще один такой случай один из брат с нашей церкви рассказывал такой случай когда он покаялся я говорит пережил господа и мне так было радостно и мне хотелось чтобы моя жена покаялась и я говорит я приводил а сам с детьми иногда еще были дети маленькие я выходил на территорию туда дома молитвы и чтобы только дети не мешали ей чтобы она услышала слово господне и мне говорит нравился один особенно проповедник в нашей церкви и я говорит всячески старался чтобы привести ее в служение и просил господа чтобы тот проповедник проповедовал и вот говорит это было одно служение и говорит все вышло так как я хотел и когда я увидел что этот проповедник вышел за кафедру и начал проповедовать я увидел что дети возле нас и я думаю я быстро этих детей и на улицу и там говорит я хожу пусть там на территории и молюсь господи коснись господи потревожье сердце это такой проповедник и я говорю хожу и молюсь и умом и духом закончила служение идем и не знаю как и сказать и как спросить коснулась ли тебя и как-то говорит завели мы разговор я говорю слушай о хорошее служение видно было и говорит не говорю ей что мне этот нравится проповедник я думаю что коснулась и тебя а она говорит да говорит нет мне этот проповедник вообще ты не понравился вот говорит предыдущий какой-то дедушка говорил и он настолько говорит сильно сказал вот мне он понравился и я иду и понял что я ставку ставил в общение на того и в братья и сестры дух святой он знает как коснуться меня и как коснуться вас и есть сегодня в этом служении он тоже он говорит через пение он говорит через проповеди он говорит через молитву в разных случаях господь действует но нам надо услышать его и вот обратите внимание дух святой очень часто говорит нам мы не слышим приходит наше служение мы его не видим приходим пустые уходим пустые господа достигает нас через определенные обстоятельства созидают такие обстоятельства чтобы нас коснулась а мы мало чтобы в этих обстоятельствах услышать голос божий и сказать господин что ты мне говоришь мы сегодня говорим это испытание это господь нас испытывает это мы сегодня большие в бога и господь нас проводит а дьявол восстает да в какой-то мере это работает но в основном господь когда создает обстоятельства в моей жизни и вашей жизни братья и сестры не спешите так говорить что то господь говорит моему сердцу через обстоятельства он всегда через плотские вот эти физические действия он тревожит наше сердце он тревожит наш дух и когда мы читаем во множество даже мест написано в пророках ветхий завет новый завет господь говорит я стал посреди и я стал против народа своего то есть не кто-то а бог сам и бог создает через эти обстоятельства он тревожит моё сердце чтобы мне съединиться не просто через мне сегодня искать бога потому что мне большая проблема богу не тяжело ответить на мою проблему богу легко это сделать но богу тяжело я увидел сегодня за своим состоянием тяжело достучаться до сердца я как-то ехал в одну поездку и мне было очень много километров впереди я ехали мы с женой она отдыхала и я так один рассуждал задавал вопросы господу и вы знаете ничего я не услышал в ту ночь я ничего не слышал но на утро дух святой по особому стал говорить моему сердцу я за свои эти годы жизни я впервые так чётко слышал на протяжении примерно около часа когда дух святой отвечал даже на простые мне вопросы это мои были личные вопросы но один из таких вопросов я поделюсь сегодня вместе с вами когда я задал вопрос господу господь почему ты сегодня не действуешь своем слове ведь слово твое говорит так и мы верим и я верю этому слову но почему оно так не работает почему так народ молится постится ревнует о святости о чистоте а вот как то в такой мере оно и работает но в той полноценной мере оно не работает и вы знаете дух святой объяснил моему сердцу а вот потому что ты не любишь мое слово яру господи как я не люблю слово я постоянно читаю обращаюсь нет и вы знаете и как-то дух святой показывает мне всю мою картину то мне нравится какие проповедники кого я люблю кого я не люблю и дух святой вот так мне как по кинопленке все показывает на протяжении многих лет говорит тебе не слово моё нравится тебе нравится проповедник но если сегодня нравился бы тебя нравилось бы слово тебе нравился бы я тебе то ты бы слышал каждого проповедника ведь проповедник не один еще не говорил вашей церкви о грехе и он не учил о грехе но почему ты одним премьебрыгаешь а другим восхищаешься это всего лишь поисотрудник это ведь сосуды мои которые передают мое слово и вы и ты больше ставишь ставку на человека нежели на мое слово а мое слово живо и действенно братья и сестры вы знаете когда он говорил мне я плакал я вам искренне сегодня то прошло несколько месяцев я на самом деле понял потому что были такие факты что мне невозможно было противоречить ему потому что он мне показал что ты любишь сегодня не то что нужно братья и сестры если мы сегодня придя в это служение и слушали что скажет дух святой что говорится из-за кафедры что говорится из этих мест о нем вы я уверенно сегодня скажу мы бы на самом деле его славе потому что мы бы его пережили мы бы мы сегодня бы почувствовали эту пищу а так мы сегодня в основном реагируем нас поющих на играющих на проповедующих как они говорят и так далее и тому подобное и обращаемся слову божьему и здесь давид говорит хвалите господа и здесь он говорит я познал что велик господь я хотел бы оставить остановиться на этом стихе я познал что велик господь оказывается давид он познал он не просто говорил о словословии господа он не просто говорил о том потому что нужно было что-то говорить умел это говорит, нет, он пережил свои жизни Господа. И не раз мы читаем из истории Давида, что проходил этот муж Божий. И давайте сегодня немножко так бегло рассмотрим вот этого человека. Вспомните, когда он еще, будучи пастухом, пас, там скот, и когда он пришел к своим братьям, когда они были на войне, и когда пред ними стал Голиаф, пред этой армией, и все боялись, и Саул не знал, того поставить с этим человеком, кто бы сразился с этим Голиафом. И когда пришел Давид, казалось бы, он не воин, да он и не был воином, у него не было того навыка. И он, когда пришел и услышал, и увидел смущение народа Божьего, он увидел, что воины в таком состоянии, что даже Саул не знает, что делать. А этот Голиаф, он злословит имя Господа, злословит народ Божий, и вы знаете, помните вы эту всю историю, когда он подошел, говорит, слушай, позвольте мне, я это сделаю, я сражусь с этим человеком. Вы знаете, эти люди военные, которые носили меч, которые были в этом омундировании, они видели в этом молодом человека то ли разумный, то ли неразумный, трудно было понять. но он настойчиво говорит. И вы знаете, что он вспоминает? Он вспоминает, что когда-то было у меня уже практика. Я догонял льва, я догонял медведя, не видел никто из людей, но видел Господь. И знал, Давид твердо, что этому сопутствовал ему Господь. Мы немножко знаем об этой истории. И он говорит, я это делал, потому что Господь был со мной. И здесь Господь будет со мной. И допускают этого человека. Он идет на сражение, приходит победа, казалось бы, все, у Давида хорошее будущее. Его позвали в дом цара, уже достаточно пасвить этот скот, он пришел, все нормально. Но мы видим дальнейшую его жизнь, нелегкий путь у Давида. И пошел Давид, и пошел. Трудности, слезы, переживания. Казалось бы, не позавидуешь, когда смотришь на его истории. И однажды еще один сюжет мне вспоминается. Когда пришел он в такое обстоятельство, в трудности, и написано, что услышали некоторые из людей, они пришли к Давиду. Они подумали, что у Давида есть месть на Саула. И пришли обиженные люди к Саулу. И когда они пришли, они подумали, что Давид будет их вождем. Они будут на самом деле воевать против Саула. Но когда через несколько моментов они увидели, что Давид не воюет с Саулом, они вообще не могли понять, что у этого Давида за сердце. Они не могли понять, что это за человек. Он поступает совсем не так, как у них в сердце. Они думали, что вот, в это время уже Саул в руке Давида. Уже здесь его не уйдет. Он уходит. И Давид сожалевает. И одна ситуация, и другая ситуация. И вы знаете, понемножку Господь трудится с Давидом и через Давида в этом обществе. И эти люди немножко остывают. Вот эта обида на Саула, она уходит. Вы знаете, вот эти обстоятельства в нашей жизни, они приходят. Нам кажется, с нами там несправедливо поступали, там несправедливо и Саул, и другой, и третий, и четвертый. Но вы знаете, Господь нас почему-то помещает, как тех воинов вместе с Давидом в такое состояние. Они бегают с пещеры, в пещеру, по ущельям, по лесам, они пратаются. Казалось бы, Давид, ты помазан, у тебя все хорошо, у тебя есть уже помазание, уже Господь наметил на тебя. Но Давид старается угодить Господу. Давид не смотрит на лица этих людей, он не смотрит на их хороших воинов, на их способность, что они умеют воевать, он на это не смотрит. Потому что на протяжении этого времени Давид что-то испытал. Он увидел, что в трудности есть какой-то духовный рост. И когда, еще немножко пройдя времени, помните, когда однажды он услышал, что в Кеиле пришли филистимляне, и они стали против этого города. И Давид пошел. Казалось бы, сам был в таком состоянии, в таком плачевном положении, он пошел туда, вместе со своими этими воинами. И вы помните эту ситуацию, как кто читает Библию, когда Давид зашел, когда он спас этих жителей Кеиля, когда он филистимлян поразил. Я представляю, как приняли эти люди Давида и его воинов. Я думаю, что они открыли ворота для этого человека. Вошел Давид и его, эти люди, в город. Угощали, приглашали, но через короткое время Давид слышит, что Саул услышал. Люди приглашают, люди кормят, люди угощают, люди как бы уже безопасность ему предлагают, но он слышит что-то другое, что Саул услышал. И Саул собирается идти сюда. И Давид, зная Господа, на протяжении этого времени, Давид не слушает, что говорит человек. Давид идет и вопрошает Господа. Господь, правда ли Саул будет идти сюда? И Господь отвечает, да. Еще немножко времени. Господи, эти люди сдадут ли меня? И вы помните, что говорит Господь? Сдадут. Я обратил внимание на этот сюжет на протяжении этого времени, чтобы сказать в этом псалме «Славьте Господа!» чтобы сегодня сказать «Я познал, что велик Господь». Давиду нужно пройти отрезок времени неудобного по плоти, непонятного. И он, не довирая людям, но довирая Господу, не слушая, что говорят люди, но слушая то, что говорит Господь, он поступает по Божьему. И он, не обращая на этих людей, которые оказали ему гостеприимство, он берет и уходит с этого города. Братья и сестры, я в этом увидел, почему в нашей жизни приходят такие обстоятельства, почему в нашу жизнь приходят такие трудности, подобные, как в Давида, может быть меньше, может быть больше. Бог что-то делает, Бог сегодня хочет прославиться через свою церковь и поднять свою церковь, но сегодня самая большая проблема это мое сердце и ваше сердце. И мы порой не принимаем обличения, но я в своей жизни увидел, если сегодня я боюсь обличения и не принимаю обличения, у меня нету роста. Разницы нету служитель ты или родовой, но на каждом, у каждого есть духовный рост. И на нашем духовном этом росте, на нашем этом периоде времени Господь создает такие обстоятельства, чтобы у нас было только доверие Ему, потому что Он только достоин славы. И вот здесь Давид говорит хвалите Господа, хвалите имя Господне. И дальше в этом псалме в конце он говорит дом Израиля благословите Господа, дом Аронов благословите Господа, дом Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня в заключении этого собрания благословили Господа, чтобы мы сегодня прославили Его, потому что Он достоин славы. И то, что в вашу жизнь пришли обстоятельства, трудности, и, возможно, вы пришли в это собрание, потому что трудностей много, славьте Господа, ибо Он живой Бог, потому что Он сегодня делает со мною, с вами определенную работу, чтобы Его церковь утверждалась в истине. Потому что сегодня, замечаешь, ездишь где-то по разным церквям, и в странах бываешь, и здесь, я замечаю, когда мы берем какую-то нужду, и мы умоляем Господа, мы постимся, как будто Господь глухой, как будто Господь не слышит и не видит. Братья и сестры, мы постимся, молимся, достигаем каких-то в молитве больших ступеней, но потом итог совсем другой. Господь не отвечает, и мы разочаровываемся, и мы порой виним и сосудов, и священников, и еще кого-то, и родители у нас виновны, или брат, сестра виновны. Нет, никто здесь не виновен. Я и вы, мы стоим перед Богом. У нас есть Слово Господне, у нас есть Дух Святой, который говорит и мне, и вам. И мы должны сегодня ухватиться за это Слово. Мы должны сегодня услышать голос Духа Святого, который говорит мне и вам. И эти трудности, они не будут всегда. Эти трудности, они только как ступень близости с Господом. Потому что многие в этих трудностях упали, разочаровались, разочаровались, сказали, Господи, Ты меня не слышишь. Братья и сестры, мы, как порой дети капризные, говорим такие слова, Бог, Ты меня не слышишь. Братья и сестры, разве Бог не слышит? Бог слышит. Но Давид в другом псалме говорит о другом. Господи, зри не на опасном ли я пути. Давид не сомневался в Боге. Давид сомневался в себе. Давайте и мы сегодня засомневаемся в себе, но не в Боге. Он сильный Бог, и Ему слава. И Он сегодня в Духе Святом на этом месте. И я знаю, Он способен делать свою работу. Но давайте сегодня засомневаемся в себе и зададим вопрос даже себе. Господи, почему сегодня эта нужда в моей жизни? Почему эти обстоятельства для меня Ты создал? И сегодня создаешь такие обстоятельства. Почему? Братья и сестры, Он живой Бог. Он не изменился. Давайте постараемся услышать голос Божий, услышать Божье Слово, полюбим это Божье Слово, чтобы оно для нас было драгоценностью, чтобы мы на самом деле любили сегодня непроповедующего, хотя нужно и любить. Но все равно предпочтение должно быть Слову больше, нежели сегодня человеку, потому что мы сегодня ставим человека намного выше, но не Божье Слово. Но если мы полюбим Божье Слово, исполним первую заповедь, братья и сестры, пройдет наше сердце и радость, и будет Словословие, и тогда и сердце запоет. А сегодня многие трудности, они нас привели к печали, и наше сердце томится, печалится, поют, а сердце не поет. Другие говорят о Словословии Господа, а наше сердце не Словословит. Почему? Потому что вот эта трудность, она так сильно загрузила нас, и мы не можем сегодня порой понять, почему эти обстоятельства. Но эти обстоятельства, как уже сказано, они для нашего блага, чтобы нам в свое время вместе с Давидом сказать и другим, хвалите имя Господне, потому что Он живой Бог. Слава Ему. И вместе с вами хотелось бы молиться за эти нужды, которые есть, благодарственные, за спасение, за исцеление. Но хотелось бы, чтобы все вы, и я в том числе, давайте в этой молитве оставим все свои нужды, прославим Его, понуждаемся в Нем, чтобы нам услышать Божий голос, чтобы этот вечер, он не был сегодня для нас напрасный, ведь Он живой. Что мы сегодня можем сказать другим людям о нашем Господе? Братья и сестры, что мы сегодня можем сказать? Некоторые ослабели, некоторые остановились на этом пути, у некоторых сегодня материально стало во главе, братья и сестры. Плоти кровь Царства Божия не наследует. Плоти кровь, оно не наследует. Но когда нету радости, Духи Святого, это печаль. Когда на Пасхе я был, многие знают, в церкви мы с братьями были молодыми, а в Мальковичах, это баптистская церковь, Бог крестил там до недавнего времени, несколько месяцев назад, 37 человек, Духом Святым. И мы на протяжении вот этого времени, на Пасху, были в этом служении. Вы знаете, я хотел бы иногда, чтобы эта баптистская церковь была и в нас. Если уже Пятидесятницы нету, то хоть бы она была. Я видел, как молились они, и мы вместе с ними помолились. Братья-свидетели и поплакали, и порадовались, ибо Бог живой, и Он не изменился. Нам нужно в простоте сердца подойти к Нему. Нам нужно сегодня оставить все, сказали, Господь, я хочу Тебя ощущать в своем сердце. Склоняем колени и молимся. Аминь. Аллилуйя, хвала Тебя, Бога. Благодарим Тебя и славим Твою Твою. Воздаем Тебе славу и хвалу, Боже. Ты достоин славы, Ты достоин хвалы, Господь. Ты достоин благодарности, Боже. Я славлю Тебя. Я благодарю Тебя, Боже. Я славлю Тебя, Господь. Ибо Ты достоин славы, Господь, Боже. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе, слава Тебе. Аллилуйя Тебе, хвала Тебя, Господь и Бог мой. Я благодарю Тебя, Асана Готэмайне. Я благодарю Тебя, Асана Готэмайне. Аллилуйя Тебе. Господи, я желаю, чтобы мы сегодня все понуждались в Тебе, Господи, чтобы сегодня каждое сердце пожелало услышать голос Твой, чтобы сегодня Твое Слово коснуло сегодня наших сердцев. Аллилуйя! Аллилуйя Богу нашему! Богу слава! Аминь! Аллилуйя! 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 Ал Господи, у Тебя есть Слово, у Тебя есть милость, у Тебя есть любовь, у Тебя есть помощь, у Тебя есть победа для нас. О, Сила Божья! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...